347 игр от моих подписчиков вот что нас сегодня ждет все игры были сделаны в ходе моего крайнего гейм джема если кто новенький это соревнование для разрабов где тебе дается три дня чтобы сделать игру на определенную тему и чтоб не проворонить следующий на телегу подпишитесь мы снова побили рекорды прошлых лет как по играм так и по участникам изначально игр даже еще больше высвечивал но сейчас 347 в этот раз на джеме произошло много чего интересного в том числе нас внезапно посетили некоторые известные участники были судьи короче есть что рассказать так что присаживайтесь поудобнее меня зовут макс и мы начинаем итак тема в этом году захотел я значит чтобы было под другим углом да еще постер к ней смастерил прикольный тему как по мне раскрыть есть множество способов это может быть новый взгляд на какой-то жанр или там обыграть какую-то обыденную ситуацию с нового ракурса но большинство новичков выбрали самый простой путь раскрытия через угол камеры и все с этим связано тем не менее взглянем на самые интересные работы с моей точки зрения и судей которые мне помогали и начнем с лягушки lips to success сразу нас встречает приятный визуальчик и здесь мы играем за плоскую лягуху в 3d кубе и часто ей не пройти туда куда нам надо поэтому куб можно вращать по сторонам и цель запрыгнуть бассейн в конце на следующем уровне появляются рычаги и какая-то циферка 10 на потолке как только мы нажмем на рычаг дверь к бассейну откроется на 10 секунд и мы должны успеть проскочить до конца таймера но в первый раз я об этом даже не знал как-то и тупо подрубил режим ниндзя сквозь текстурку продэшил дальше новая локация вот тут от таймера уже не сбежать из-за него крутить куб и маневрировать приходится очень быстро где-то и свалиться можно проходим ну и на финальном уровне нас поджидают уже три таймера надо еще подумать в каком порядке рычаги прожать чтоб везде уложиться так что тут отчасти и головоломка в общем очень приятная игра красивые уровни выстроенные казалось бы в простеньком воксель нам стиле но со вкусом следующая сайка paradise или рай психопата игруха в мрачном сеттинге тут нас закидывают в настоящую антиутопию наступает очередной день нам в ящик присылают распорядок дня которому нужно строго следовать поесть поели на себя посмотрели можно в путь дорогу на улице повсюду развешены таблички с директивами всякие указания населению короче большой брат следит за нами топаем на работку а работа заключается в том что нам задают вопрос и на них надо отвечать ведь наше мнение очень важно очень рабочий день кончился идем чек обналичивать какой-то стремный тип стоит у банка да и в самом банке не лучше ну хотя бы далее на том спасибо купили в автомате покушать и домой наступает следующий день и нам выслали предупреждение о террористах так что на любую попытку выйти за дверь напишут неразумно распорядок дня сегодня покороче едим осознаем свою бесполезность и отправляемся в следующий день сегодня с распорядком уже все нормально ну как нормально покушать не судьба в холодосе пусто идем работать на улице уже новые люди и на стене где до этого было пусто теперь висит плакат на нем нарисован код и надпись все не так плохо просто посмотри на это под другим углом я прям умилился как сюда всунули мой постер да и раскрытие темы шикарные работа проходит как всегда но в конце нас спрашивают живой ли мы человек и варианта кроме как нет выбрать не дано денег на еду не хватило ну опять не поедим чуном студентам новинку что ли на следующий день людей вовсе нет на работе вот это чек не дали автомат с едой снесли вообще денек что надо и терпение героя подходит к концу как и игра на такой грустной концовочке что сказать игра очень достойная подобные штуки мне заходят и раскрытие темы тут просто красота не он мир так а тут у нас полноценная головоломка причем такая оригинальная мы толкаем кубики в 3d и выстраиваем на стенах их проекции это нужно чтобы потом переместиться в 2d и пролететь по стенам от начала до финальной точки но ничего не получится если проекции стоят неправильно так что в этом вся задача их расставить с такой прикольной неоновой стилистикой 2d 3d переходом чем-то даже мою игру оффскрин напоминает список желаемого в стиме добавляйте и кстати об оффскрине у меня похоже серьезные конкуренты игры еще нет а какой-то гений на джем залил он скрин ну по геймплею меня тут уже переплюнули да а возвращаясь к неон миррору в игре сделано несколько уровней который проходится не так то просто игра правда заставляет подумать единственное управление чуть не удобно и если случайно задеть портал то назад не выбраться только рестартить уровень людям она тоже вкатила и в публичном рейтинге юаш на второе место закинули хотя по топу суде она на 13 а следующая игра думаю бы на чтоб легко возглавила да только сделана она далеко не за три дня речь о lineage 2 essence одной из альтернативных версий легендарная мморпг именно она придется по вкусу любителям одиночной игры почему именно сейчас я говорю об этом проекте для вас причина проста несколько дней назад вышла по настоящему значимая обнова ведь с ней появился новый тип серверов project eva с уникальной экономикой у вас есть возможность влететь туда на старте и играть наравне со всеми отличие новых серверов прозрачной системе монетизации где всего можно добиться своими силами донат здесь не решает будешь ли ты в топе а также предусмотрено ограниченное число ева пас при покупке которого можно получить игровые ресурсы все для того чтобы не нарушить баланс и получить удовольствие от игры прямо как на заре первых мморпг к слову купить его пас можно со скидкой до 31 мая также с обновлением появилась новая раса высших эльфов а с ними и два новых класса с уникальными механиками божественный хромовник и повелитель стихий так что не упусти возможность оценить новинку переходи по ссылке в описании скачивай игру и стань первым среди равных а мы идем к следующим проектам lamps connor здесь мы играем за милую лампочку и пиксельная стилизация в игре смотрится довольно уместно бегаем по полянке тут со всякими персонажами поболтать можно и внезапно справа у нас есть вкладка калькулятор знать бы зачем он хотя опыт показывает что по одному калькулятору можно 7 часовой летсплей бахнуть но все встает на свои места когда некий мистер том отправляет нас на испытания в храм знаний и мудрости и тут нас поджидает коварный босс в виде базовой школьной геометрии ну там смежные углы вычислить все дела и только после правильного ответа пропускают дальше а после неправильного летим в бездну сложности еще добавляет разглядывать цифры через пиксели и последние задачи опечатка а так забавное раскрытие потому что ну тут буквально углы идем дальше космо сходу нас встречает проработанная менюшка и эпичная начальная катсцена космос бескрайний космос галактика что зовется путешественниками маленькими но весьма храбрым катсцена длится дольше минуты и даже озвучка многоголосая мой компьютер что это предположительно затерянный шаттон это ты лечишь а после этого начинается сама игра где мы кружимся по кораблю убегаем от взрывчатки и жмякаем там на всякие кнопки больше ничего особо не происходит до конца где мы сталкиваемся с боссом телеком который пускается наш адрес не самые приятные фразочки одолеваем его и победа хорошая целом игруля единственная весь бюджет конечно видно на катсцену пошел и основная игра как визуально так и по геймплею относительно нее чуть проседает но работа неплохая в моей голове игра в рисованном бумажном стиле поначалу да и по атмосфере в целом отдает чем-то близким к море да даже музыка из нее здесь вот тут у нас point and клик квест можем войти в дверь и выбрать на столе один из предметов от нашего выбора будет зависеть происходящее дальше мы видим человека висящего вверх ногами сильно напоминающего нас можно пройти дальше направо попасть в новую комнату и встретиться с ним снова тут перевертыш нам предлагает в русскую рулетку зарубиться что заканчивается для нас не лучшим образом однако это открывает только одну концовку из четырех что забавно все они на букву п только подогревает интригу перепройти и узнать что там такое а кстати если взяли не книжку а патрон то можно и подкрутить себе в рулеточке и выйти на концовку с победом еще есть вариант сразу залезть наверх и попасть в локацию которая нот я прям чую вдохновлена оранжерея из машинариума даже выходы похожи тут мини головоломка пройдя которую мы оказываемся в знакомой комнате но уже по другую сторону решетки и поднявшись снова перевертыш только в этот раз он говорит что я под неправильным углом и предлагает поменяться с ним местами сам благополучно после этого сбегает а мы спустя время занимаем его место это при условии что изначально взяли на столе книжку а можно ее не брать без книжки нам будет скучно и мы захотим сбежать но ничем хорошим это думаю не кончится сколько он там наверх собирается лететь что будет когда до космоса долетит это видимо другая история уже игра лично мне зашла своими выборами атмосферой сюжетом даже каким-то единственная рисовочка больно все-таки небрежная но за три дня при таком объеме она понятно следующее non playable character или сокращенно npc это и есть тот за кого мы играем да тут мы узнаем что будет если посмотреть на игру от лица не игрового персонажа вначале придем по какой-то загадочной туманной улице мимо запертых дверей пока не находим одну нужную это дверь бара и собственно да наша роль npc бармен который стоит в одной точке весь день не двигаясь пока кто-то не зайдет и мы не продадим ему закуски там или напиток и больше ничего дальше наступает ночная смена вновь идем по улочке но ночью визуал здесь смотрится прям атмосфер ненько с этим освещением входим в тот же бар посетитель могу ли я купить у вас сомневаюсь что можешь происходит что-то не то и похожий npc просыпается и начинает задавать себе вопросы улица покраснела но вновь мы доходим до бара и похоже персонаж все же смиряется со своей участью такие дела задумка оригинальная и раскрытие хорошие найти hard мы залетели космическим корабликом на вражескую территорию и нас засекли ну и фишка в том что есть у корабля защитное поле которое можно по кнопке разворачивать и сразу пошел обстрел врагов со всех сторон чем-то напоминает fight против фандайн в андертейля только усложненный а на следующем уровне уже другое головоломки где надо перетаскивать кубики чтоб убрать луч дальше примерно то же самое и за нами тут охотится командир отправить все войска треска войска треска нормально все сделано после головоломок пошли снова уровне с врагами и не знаю сколько попыток я угробил на 8 и 9 пожалуй самая хардкорная игра на этом джеме а на десятом левле подоспел босс файт с командиром который читает нам как купил мужик шляпу она ему как раз купил мужик вторую шляпу она ему как два чуть ранее ему уже предъявляли что все деньги армии он спускает на покупку сборников анекдотов файт с ним на удивление халявный но в конце он почему-то перестает получать урон камера зумится и походу все что сказать игра заставляет нереально попотеть вот эти самонаводящиеся пульки которые не убиваются не пропадают даже после прохождения уровня это кошмар какой-то раскрытие темы ну слабовато и по сути только поле с поворотами и все но выглядит игра неплохо гейм вопрос одна обложка мощнейшая заставляет кликнуть ну а игра максимально уговаривает нас в нее не играть еще с таким диктором но мы настойчивы даже очень это непростая загадка как тебе могло показаться разгадываем непростую загадку и после этого диктора мы прям выбесили начинается босс файт где пульки летят в наш курсор но мы их направляем босса конце концов одолеваем его и это не то чего ты ожидал да пожалуй это все та же самая игра если что тут уже и визуал нормальный какие-то ящики двигать короче максимально непредсказуемая игра но этим она и хороша про раскрытие темы автор пишет вы пытаетесь зайти в игру на самом деле играя в нее ну ладно допустим little dark age пазл платформер с простой задумкой где переключаются плоские и 3d виды но реализован он минималистично и грамотно здесь мне понравился геймдизайн который полностью оправдывает персонажа свечку помимо того что освещение от нее просто красивое так оно еще и полезное так как помогает сориентироваться и пройти в некоторых местах я еще вначале не мог понять почему в абсолютно рандомный момент у меня свечка тут думал что судя по звуку ее задувает кто-то но все проще если приглядеться с начала уровня она потихоньку начинает плавиться так что нельзя ее доводить до предела поэтому лайк за реализм и мини диск за баги так и недопрошел потому что под текстурки падал но задумка раскрыта нормально далее губер страбблс мы играем за фиолетового врага губера в типа мультиплеер на игре губер уже устал от кучи игроков что лезут на него то справа то слева и решает закупить ловушек чтобы этим игрокам отомстить можно сбрасывать платформы капканы бомбы но все равно так долго не протянуть так что я нашел просто имбалансную тактику которая не контрится закупиться блоками и тупо застроиться так меня никто и не достанет теперь можно дождаться пока сбегутся человечки как мухи и отомстить как следует никнеймы у них тут вообще шикарны так что вот такая игруля с немного всратым но прикольным визуалом и анимациям идем дальше код на импресс игра которую мы чуть не исключили потому что увидели что ее постили на прошлый джем но создатели пруфанули что они просто использовать старую страничку а игра уже другая и зачем так делать непонятно а сама игра стилёвый микс из 3d и 2d пиксельного шутера казалось бы надо просто ходить туда-сюда наводиться и гасить врагов но вся изюминка в том что мы переключаемся между главным героем и оператором который нас снимает так что надо еще умудряться вовремя успевать передавать управление чтобы за экран не выйти и врагам не попасться побегал немного и так понял что она вроде бесконечна раскрытие темы не новое но рабочие и визуально очень достойно единственная тут бы наводку поудобнее и в геймплее чуть разнообразие со временем а так клёво далее the corner of dream взгляни на сон с другого ракурса давайте взглянем герой паркурит по облачкам но до монетки мальца не допрыгнул и начинает падать хотя тут же осознает что это все происходит во сне приземляемся и начинается игра батут монетка какие-то кристаллы цель игры вообще 10 монеток набрать обитают тут такие своеобразные довольно жители вот этот дает мне квест добраться до монетки за 10 секунд пусть не с первой попытки но выполняю недалеко тут еще один такой товарищ и головоломка с кристаллами где нужно направить луч как надо чтобы получить монет один за другим их кручу и победа аналогично достаю еще монетку и на розовых башенках еще одну побродив немного встречаем монстрика мамашу которая сына потеряла и обещаем ей помочь но вместо сына вдруг находим логотип моего канала в сапожках почему бы нет логотип нам дает головоломку где надо подбирать угол обзора еще и под тему джема подходит так какой смотри на него подмазывается собираем робота из офскрина геймпаде звездочку тут все по это кто такой ну главное что он голодный и кексов хочет а вместо кексов я нахожу того трехглазого блудного сына который что с горя на бок повалился и стал предметом который можно взять ничего поделать тащим к маме и монетку забираем теперь кексы несем голодающим это было страшно ну и с последним кексом открылась еще плюс монета осталось 10 и до нее на облачках прыгаем собственно все тут очень клево проект выглядит и приятно играется но к сожалению соответствия теме тут немного кроме пары головоломок angular момент топ-3 судейского рейтинга и очень крепкая головоломка которую на минуточку успели запихать 16 уровней механика простая и гениальна есть отдельные части уровней которые можно вращать и вообще не всегда сразу очевидно как надо действовать вот тут например я только спустя минуту понял что нужно выстрелить и тут же сдвинуть пушку а этот уровень прошел довольно интересным способом да вряд ли так задумывалось ну а на следующих уровнях появляются всякие липкие платформы отскакивающие зона с невесомостью там телепорты в общем механика довольно хорошо развивается с течением уровня приятная авторская музыка на фоне ну и раскрытие темы абсолютно подходящее очень достойная работа а следующую игру судьи хоть и сунули на 4 место но в моем субъективном топе она была выше всех all for hero здесь главный герой отправляется на квест а мы играем за врагов зверушек чтобы дать ему достойный бой и снести больше половины хп до конца уровня но надо одновременно не перестараться и не угробить челика есть очки в пределах которых можно расставить врагов а потом просто запустить уровень и наблюдать за происходящим на следующих уровнях появляются новые враги например лягухи нормально дамажит но только вблизи и со временем умирают так что надо еще хорошенько подумать как всех расставить для нужного результата тут например чтобы заяц танковал урон пока лягухи пуляют где-то мы можем заманить игрока и повлиять на сторону в которой он пойдет какие бонусы подберет по дороге там отхилится или урон прокачает особенно классный геймдизайн последнем уровне с босс файтом где чтоб победить босса мы сначала уводим игрока влево чтоб он там урон прокачал потому что без врагов он бы туда пойти не догадался и потом ему урона уже хватит чтобы боссу навалять да и так еле живой добрался а что еще интереснее да да ее создал майни тот самый который реакции пилит я вообще нормально так удивился учитывая что это вроде как его первый публичный проект и уже такой результат ну короче тут могу только пожелать успехов с дальнейшими проектами и не забрасывать это дело буду с удовольствием ждать на новых джемах если мало через реакцию смотрите дайте ему лайк на видос и мне окей и победитель по версии судей встречайте damage detected от старого доброго гречи начинается все подозрительно просто обычная космическая стрелялка ну игр подобного типа и не пересчитать но все становится интересней когда игрок понимает что он может зазумить камеру внутрь корабля да да и нам предстоит поддерживать его работу следить за топливом исправностью пушек можно даже одну из них развернуть и если отдалим вид так и произошло как по мне обалденное раскрытие и реально взгляд с другого угла на этот жанр игра довольно сложная так как нам могут подбить пушку и надо идти внутрь ее фиксить не знаю что в это время творится снаружи все подобранные аптечки бонусы также не применяются сами мы должны все это таскать и поэтому греча уже работает над кооперативной версии которая сюда зашла просто идеально у некоторых врагов есть особый щит который сбивается только красными пульками они создаются только если скрестить пушки под углом чем мы тоже должны заниматься короче потенциал у задумки серьезный да и сейчас выглядит достаточно классно чтобы забрать топ так что поздравляем кстати вот такая первая двадцатка у нас судьями получилось как видите от рейтинга и чего сильно отличается каждая игра оценена у нас по 100-балль так как есть четыре критерия каждый из них максимум 5 баллов итого 20 а суде у нас 5 так что сложив их оценки выходит ровно сотка что касается победителя по публичному рейтингу это инклайн хотя у него всего 8 голосов и мы его оценили не так высоко тут короче жесткие вайбы портала еще с этим диктором здравствуй очередная жительная банка визуал сильный но опять же это все ассеты и по раскрытию темы тут только вращение комнаты больше ничего выдающегося а так из других работ достойно упоминания hell like grinder клёвая стрелялка с вампиризмом где ты должен гасить врагов чтобы восполнить жажду плюс в убитых врагов можешь вселяться навыки можно качать со временем короче здорово симулятор шашлычника без комментариев здесь чес батнот шахматный tower defense с просто нереальным саундтреком demonic pong ping pong но с подвохом какой-то момент здесь начинается перестрелка под музончик что-то чуть напоминает если помните по запросу джем пуш дум ну это чисто база понятно как всегда много как и хороших игр так и не очень все за один видос не охватишь поэтому переходите сами на страничку джема и играйте респект ребятам за помощь в судействия вишлистить оффскрин подписывайтесь там везде а с вами был макс до новых встреч